Ознакомление с историей христианства 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 это смывается с нас. Слава Богу! Друзья мои, вот в моей семье, мы как семья, допустим, как христиане, мы уже давно уже, с того самого 96-го года, когда я покаялся, в этих вещах мы, жена, вышли из Русской Православной Церкви. Мы еще по инерции какие-то куличи покупали, потом, когда уже по детали уже узнал это все из истории церкви, я понял, это не для нас. Оно нам надо. И без того еще проблем всяких много, и еще дополнительно еще все это делать. Многие люди это говорят, мне еще так, что они делают это просто, когда они традиции. Традиции разные бывают. Есть традиции хорошие, есть традиции плохие, есть традиции оккультные. Но зачем мне давать врагу, дьяволу право действовать в моей судьбе, в моей семье? И в наших церквях мы, если на Пасху, конечно же, да, ну, как бы это одна из издержек нашего служения Православной Реформаторской Церкви. Потому что, когда обыватели видят объявление, допустим, на Пасху, да, служение православной даже, там, хоть Реформаторской написано все, но люди все равно несут куличи часто, несут всякую снеть. Но я стараюсь, и наших священников учу также, что мы благоставляем не эти, а просто как продукты питания. И новые люди, приходя, да, допустим, первый раз особенно, да, на Пасху, в частности, по объявлению, допустим, они приносят порой, да, и бывают такие случаи. В Борисполе, допустим, я был на евангелизации в Борисполе, пригласили меня. Как раз второй день Пасхи был, и, ну, там объявление они по городу расклеили, что так, так, что будет там архиепископ. Так, да, написано было, что украинская реформаторская Православная Церковь, а люди все равно ж, многие жители Борисполя пришли там с этими свежими кошелками, корзинками. Ну, ладно, что делать? Я думаю, Господь, ну, вот, я ж это все не признаю, но помолимся. Я взял микрофон в конце и говорю, давайте мы сейчас, вот то, что вы принесли, кто что принес, я не знаю, значит, но это не для покойников, только прошу, пожалуйста, говорю, на кладбище не несите, покушайте это дома, но как продукты питания только. И давайте помолимся, и поднимите кошелки ваши, и благоставим давайте Бога, и они сказали, все повторили молитву, что Господь, там, благодарим тебя за пищу, за хлеб наш насущный, то есть, вот таким образом, чтобы не было, как бы, и люди видели, что вроде как благоставили мы, и говорю, вот так же, своими словами вы молитесь, перед тем, как за стол сели, допустим, перед тем, как покушать, Богу спасибо скажите, поблагодарить Его за все, за милость Его, за хлеб наш насущный, за пищу на столе. Вот, и люди были довольны, очень многие бабушки потом подходили ко мне, православные, обычные бабушки, говорят, батюшка, так здорово, что это все объяснили, значит, и все, что можно вот так просто, вот, к Богу сказать, спасибо за все, за хлеб наш, за крышу головой, как бы, за жизнь Бога поблагодарить. Они поняли это, слава Богу. И знаете ли что, друзья, конечно, при Юстиняне и Феодоре было очень много лжеучений. Если я сегодня буду говорить, допустим, только лишь об этом времени, о шестом столетии, и о царствовании вот этих вот, ну, нечестивых правителей, то нам до утра времени не хватит. Там очень огромная тема. Десятки разных лжеучений, и одно более мерзкое другое даже. Вот, я назвал, наверное, одно из самых мерзких таких и запоминаемых, и то, с чем мы соприкасаемся до сих пор на Пасху. Как бы, ну, чего греха таить? Это и в протестантских церквях распространено, как традиция просто уже. Многие, даже не задумываясь, это как бы кушают, не думают, что это такое. И еще скажу. Есть еще одно лжеучение, которое до наших дней портит кровь в теле Иисуса Христа до наших дней. Как раз при Юстиняне и Феодоре оно, это лжеучение было обнародовано, оно появилось. Кто его придумал, мы не знаем точно, но оно до сих пор портит кровь в теле Господнем. Это лжеучение об апостольской правопреемственности. Есть такое лжеучение, оно очень популярное. Слава Богу, что многие из вас об этом не знают, потому что мало соприкасались, может быть. Но вообще-то, если вы будете говорить, допустим, с священнослужителем, то очень многие, как бы, цепляют за это лжеучение. Об апостольской правопреемственности. Значит, в чем суть этого учения? Вкратце, Дух Святой сошел, согласно этому учению, на апостолов Иисуса Христа, на этих двенадцать учеников. Хотя, мы знаем, это не вся правда, уже изначально не вся правда, потому что, когда Дух Святой сошел, было не только двенадцать, там была и Матерь Господа Иисуса Христа, хотя на некоторых иконах она тоже рисуется там, и рисуется как председатель этого такого собрания в центре и больших размеров. Большая мама такая, знаете ли? Значит, но там было человек сто двадцать, и мужчины, и женщины. Не только двенадцать. Там были и мужчины, и женщины, и их было человек сто двадцать. То есть, изначально уже ложь есть в этом учении. А там говорится, что на двенадцать, или же на тринадцать. Тринадцатая была Мария. Есть разные чтения этого лжеучения. Так вот, на самом деле было сто двадцать. Так вот, и согласно этому лжеучению, апостолы, они рукополагали Марии, как бы не рукополагала, а апостолы рукополагали себе епископов, преемников, и заповедовали им передавать эту благодать Духа Святого дальше. Через непрерывную цепочку рукоположений. Непрерывную цепочку рукоположений. И вот это называется, как бы вот, учением об апостольской правопреемственности. И как бы до наших дней, как бы вот эта цепочка, как бы существует, якобы. На самом деле это все ложь. Безусловно ложь. Я это очень легко могу доказать, значит, популярно. А если более детально, то как бы и научно, это будет вообще полный разгром этого лжеучения. Так вот, согласно этому лжеучению, это ложное учение, благодать Духа Святого передается как некая энергетика. Независимо от личных качеств рукополагающего и рукополагаемого. Независимо от того, в огрехе ли они или же в святости. Независимо от того, верят они в это или не верят. Если они договорились это совершить, произнесли молитву, волшебную эту формулу, совершили положение рук, то значит благодать автоматически сходят. То есть представляете, уже хула на Духа Святого. Или же пограничное явление с хулой на Духа Святого. Потому что Духа Святого, как и лжесвидетели, правоославные многие иерархи представляют энергетикой. На самом деле Дух Святой это не энергия. Если Дух Святой не захочет, даже соберутся все служители со всей планеты и возложат свои руки. И скажут, да будет он египерском. Дух Святой скажет, а я не хочу. А меня спросили бы? Скажут, а нам изволилась, значит и тебе изволится. Ничего подобного. Личность, личность, с ней невозможно манипуляться. Это не золотая рыбка. Знаете, даже золотая рыбка и то обиделась на старую руку. Не захотела быть на посылках. Тем более Дух Святой. И еще. Согласно тому лжеучению, только лишь то является, та организация является церковью Христа, где есть эта непрерывная цепочка руковозложений. А те церкви, что не имеют этой цепочки, якобы это не церковь. И только лишь в той церкви, где есть непрерывная цепочка руковозложений, от апостолов передаваемая, якобы только лишь там есть спасение. То есть само спасение человека, души, зависит напрямую от непрерывной цепочки руковозложений священнослужителей. Здесь что не фраза, там то ересь уже. Я скажу, что это лжеучение на основании, ну по трем пунктам. Первое, Библия. Большинство присутствующих здесь Библию читают. И вы уже понимаете, что это лжеучение. Потому что Библия ничего об этом не говорит просто-напросто. Наоборот. Библия говорит прямо противоположно. Библия говорит о Духе Святом, как о личности, с которой невозможно манипуляться, не пройдет никогда манипуляция. Потом, то есть противоречит Библии, безусловно. И Духа Святого сводят на уровень энергетики определенный. Второе, то есть первое, Библия. И еще почему Библия? Потому что в библейском учении о спасении ничего даже близко нет с руковозложением, цепочкой руковозложений. Экклезиология библейская, учение о церкви, ничего подобного даже близко нет. Второе, первое, Библия, второе. История. История. Исторические факты упрямо нам доказывают, что первых пять столетий христиане жили и не тужили. И не знали этого лжеучения. И не страдали бездуховностью. И не были в комплексе неполноценности. Церковь себя ощущала полноценной, здоровой, нормальной. Без этого лжеучения обходили себя христиане и не тужили. И вдруг в шестом столетии, в середине шестого столетия нужна такая была создание этого лжеучения. Хотя учебники семинарские, католические, православные пестрят цитатами из отцов 2-го, 3-го, 4-го столетий об этой доктрине. На самом деле у меня доктрине вырваны из контекста. У того же самого Ирины Ильонского, у Златоустова, у Кирилла Иерусалимского, еще у других отцов берут, у ранних, поздних там отцов цитаты. Но эти цитаты в контексте, они совершенно другое значение имеют. И многие семинаристы, которые удосужились, не просто прочесть семинарские цитаты в учебниках, а прочесть этих отцов, они видят, просто не суразится получается. Потому что в контексте эти отцы древности, они называют тех, кто были перед ними. Они говорят о тех служителях, что их руку полагали, но они никогда, ни в одном сочинении, никто из них, из этих отцов древности, не ставит свою благодатность, каноничность в зависимости от правильности рукавозложений. То есть доктрины такой не существовало вообще. До шестого столетия. И исторически очень четко прослеживается, что эта доктрина была нужна, нужна в политических целях. Юстиниану и Феодоре. Для истребления религиозной оппозиции. Для того, чтобы христианство расколоть и уничтожать. Проще говоря. Потому как, начиная с Константина Великого, с начала четвертого столетия, христианство по сути разделилось на два лагеря. Ну, так получилось. Большая часть христианской церкви в начале четвертого столетия при Константине легализовалась. Это как регистрированное такое братство, государственная церковь. Впоследствии на основании вот этих зарегистрированных легальных христиан создавалась религиозная, мафиозная, коррумпированная структура византийского, римского католицизма и православия. Но все это время, начиная с Константина и до Юстиняна параллельно существовало другое христианство. Они имели тоже свои здания церковные, соборы проводили, свои конференции. О них мало что известно, потому что обычно историки о них мало что пишут. И даже разные есть предположения, какое это было движение. Один пишет, что это было малочисленное движение, а другие говорят, нет, это было очень многочисленное, потому что африканские конференции многотысячные были. Служители тысячи, служители съезжались на большие конференции до истребления этих провинций. Так вот, и как бы нерегистрированное христианство, неофициальное, которое не пользовалось никакими льготами государственными, наоборот, платило лишь штрафы, лишь притеснения, время от времени у них отбирали здания, их ущемляли в правах, лишали права на образование, лишали права занимать государственные должности, их относили к язычникам чаще всего, и они платили дополнительные штрафы и налоги дополнительные, но эти христиане существовали все это время. На рынках можно было их увидеть, даже порой в больших городах можно было увидеть и храмы, их церкви, где они проводили служения, да, их ущемляли, да, значит, но они существовали, как в том числе, кстати, даже языческие храмы некоторые в то время еще существовали. Значит, их, да, ломали многие, перестраивали, но они существовали некоторые храмы языческие в те далекие времена. Юстиньян решил вести однообразное христианство государственное и всячески истребить оппозицию. Нужно было учение, потому что объявить там сотни тысяч, от минимум, или же даже миллиона своих подданных нехристианами, христианами ведь нехристианами, надо было еще как бы доктринально иметь какое-то основание. И возникло это учение. Богослову предложили создать такое, видимо, учение, потому что те церкви, что могли документально подтвердить непрерывность руководствований от, по крайней мере, от времени Константина, они становились официально христианскими церквями. Но те, которые не могли документы предоставить, а не регистрировали братство, не имело документации, как правило, вообще. Даже если и имело, то не современный Константин однозначно. Они могли, допустим, заверить как-то ближайшее рукоположение, но не могли, не лились документацией, тем более время от времени были притеснения на этих христиан, от христианских же властей. Понятное дело, что все нерегистрировано братство не имело возможности документально оправдаться перед властями. И автоматически лишали всех зданий, всех прав собственности, имущества. И священнослужители должны были либо переходить в официальную церковь христианскую, либо подвергаться репрессиям. Их объявляли не священниками, вообще никем, не служителями. Тюрьмы были наполнены, и имущество их было разграблено абсолютно в пользу казны и чиновников этих коррумпированных. То есть началось просто беззаконие. И даже и убийство. Потому что те, которые отказывались, они отрекаться от своего служения, подвергались казням даже. Они не являлись священниками по законам того времени. И это лжеучение, оно показало свои горькие плоды. Оно с самого начала внесло разделение в христианское братство, и до сих пор лишь для разделения служит. Лишь для, знаете ли, превосходства, родословными гордыня такой служит. И все. Для подобных целей. Первое. Библия. Второе. История. Третье. Жизнь. Жизнь. Иисус сказал, по плодам их узнаете их. Собирают без крановника виноград и без репейника. Смоклы. Нет. Дерево доброе приносит плоды добрые. Я немного уже сказал вам, какие горькие плоды на дереве этом выросли с самого начала. Первый же урожай был ужасный. Ну а дальнейшие были не менее ужасны. До сих пор, потому что это учение приносит горькие плоды. Хотя, я был, допустим, горд тогда, в 91-м, когда меня рукоположил архиепископ Симона Рязанский, Касимовский. Я знал, что его рукополагали там другие епископы, тех там, другие епископы. И я полагал, что до одного из апостолов я могу донести и довести эту родословную свою. Я гордился родословной. Я был от апостолов, я был каноничным священником, отец Сергий. Я совершал служение. Я крестил, и это были крещеные. Венчал, это были венчанные. И прочее, прочее, прочее. И мне это очень нравилось. Знаете ли, это увлекает. И скажу, что это дает, скажу, большие преимущества и прочее. Теща приезжает, вначале поцеловать руку, потом разговоры. Быть жрецом неплохо, по-своему. Есть преимущества. Горюшник останавливает. Не я ему, а он мне обычно деньги сует. Вот, значит, как бы, значит, свечку поставить за его душу, как бы, грешную. Значит, кто же за него будет молиться-то? Вот, значит, это как меня один капитан остановил, как-то в Брянской области там, за Брянском. Останавливает капитан. И я-то раз стекло опускаю, так, и, значит, батюшка, а, извините, я так раз ему руку высунул, поцеловал, так, поехал дальше. Как бы, хорошо быть с батюшкой, по-своему. Вот, значит, ну, нет, не только так было, конечно, были всякие случаи. Но, значит, в целом, очень неплохо. Доход, расход, приход, все хорошо. Но, знаете ли, постоянно с это пьяно, значит, и прочее. Но, скажу, что если бы не Бог, то вообще бы все было хорошо вообще, идеально. Но ведь Бог есть на свете. И есть отчет перед Ним. И, знаете ли, когда, вот в чем страх Божий, да, согласно Слову Божьему, согласно Библии? Знать, что пред Ним пристанем на суд. Это и есть страх Божий написано. Это и есть страх Господний. И скажу, что рано или поздно всем нам, священникам, там, всем, 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 придется на суд предстать пред Богом. Тогда уже бесполезно будет говорить, что вот меня так научили, я просто так был, как бы, в таком понимании. Я так верил. Имейте веру Божью, друзья. И в шестой главе Деяния апостолов очень красиво сказано, что и многие из священников покорились вере. Многие священников. Кстати, Янгус, один из предтеч Великой Реформации, за сто лет до Лютера, его сожгли там, в Констанце, на соборе. Он был таким, одним из важнейших предтеч в истории Реформации, предреформатовского времени. Янгус. Он писал о себе, что он пошел в церковь работать, служить, именно, чтобы устроить свою материальную жизнь. Он не хотел физически работать, но и зарабатывать хотелось, иметь деньги, иметь уважение. На эту роль подходило только лишь быть священником. Он видел, как перед священниками шапки ломают, как, значит, у них там копеечка всегда водится какая-то, и что они, значит, тяжелее кодилы не понимают ничего. И ему хотелось такой жизни, значит, такой, чтобы не потеть особенно, и чтобы, значит, были деньги, и, значит, и прочее. И вот, и он пошел, стал священником, и очень легко научился, был смекавистым парнем, и, как другие молодые люди, они, значит, там проводили вечера в попойках, значит, днем, значит, зубрежки текстов, значит, семинарских учебников, и стал священником, и мечты его осуществились, он ходил в своей этой специальной одежде длинной, значит, да? Вообще Иисус говорил, остерегайтесь тех, которые любят ходить в длинных одеждах. На мне видите длинную одежду сейчас, да? Скажите, я бы корову мычала. Но дело в том, что я думаю, что Иисус не против Макси, он не за мини. Если бы, он не реформатор моды, знаете ли, если бы фарисеи на следующий день пришли бы в мини-рясах, они бы более духовными не стали от этого, знаете ли. Значит, если бы они сменили бы рясы свои на пиджаке, они не стали бы там нелицемерами. А Иисус говорил, что те, кто любит ходить в длинных одеждах, то есть для кого это любовь, для кого это средство выделиться из толпы, показаться, нарисоваться, для кого это средство превосходства показать себе над кем-то. На самом деле, вот рукополагая нового священников некоторых, и тоже одевали они рясы, кресты, я им говорю, братья, это наша спецовка, это наша спецодежда. И как у военного, полицейского, допустим, есть своя форма. Мы, люди в рясах, да, много беды сделали в свое время, но теперь пришло время нового священников. Знаете, как в том фильме «Человек с ружьем», да? Было время, когда человек с ружьем, он там и отобрать мог все и прочее, а пришло время другого человека с ружьем, который сделает хорошо человеку. И вот было время, когда люди с крестами в рясах, много кровушки попили на этой земле, и много зла сделали. Но теперь пришло время нового священников, нового поколения православного, которое выбирает Иисуса. Я помню, когда в Киеве марш Иисуса был, и нас там много маршировало по Хрещатику, значит, перед нами была мессианская община, евреи за Иисуса, там, в кипах, значит, там, с шафарами, значит, там. А сзади шла наша такая, ну, пускромней колонна, впереди поставили диакона с крестом таким, значит, и вот мы шли, такой шеренгой, такой, значит, там, служители, потом там члены церквей наших, и шли по Хрещатику тоже. И один журналист, ну, там часто были остановки такие, паузы. Один журналист, там много было журналистов, один беседовал с евреями, удивлялся там, записывал что-то себе евреи за Иисуса. А потом подошел ко мне, а я был в таких архиерейских облачениях. То есть, ну, не просто в рясе, там, а вот, сака, самофор, ну, как бы, как царь, знаете, красиво. Что есть, то есть. И вот, значит, и он ко мне подходит и говорит, Владыка, а вы тоже за Иисуса? Я говорю, а вы против? Нет, говорит, вот и я, говорю, не против, я за Иисуса. Нет, ну, так самое интересное, я потом уже размышляю, и у себя в церкви об этом рассказывал, не раз уже, говорю, знаете ли, самое интересное, его уже даже евреи за Иисуса не так удивляли, как православные за Иисуса. Так, говорю, сейчас это удивительно, но скоро это будет нормально, когда православный батюшка выбирает Иисуса Христа. Что это нормально, это естественно. Вот, неестественно наоборот, когда он без Иисуса, он не за Иисуса, а за какую-то мертвую там традицию, за мертвых богов своих держится. Надо за живого Бога держаться. Аминь. Слава Иисусу Христу. Дорогие друзья, и что еще надо вам рассказать, страшное или смешное? Или страшно смешное? Потому что тема огромная, и как бы не хочется так сильно распаляться, но скажу вкратце так вот, если обрисовать историю, что было? Да много еще было. Я уже объяснил, что до 1517 года было в основном плохо, потом стало хорошо, но не все так сразу хорошо. За эти пять столетий христианство поэтапно освобождалось от многих ложеучений, от многих заблуждений. Обновляется христианство. Очень серьезно обновляется. И сегодня, наверное, это, ну скажу, ну, по сравнению с тем, что было в прошлое столетие, в последние полторы тысячи лет особенно, это огромнейший рывок вперед, вообще скажу. Современное состояние христианства. Хотя мы понимаем, что очень много проблем, но по сравнению с тем, что было раньше, христианство вышло на особый уровень определенный. Конечно, да, проблем много, но сегодня многие библейские истины, многие библейские доктрины, они звучат. Евангельское учение звучит. Вера в Иисуса Христа распространяется. И это очень важно. Потому что к нам, допустим, на Русь христианство пришло, вы понимаете, да, не библейское, не евангельское пришло христианство, а такое византийское, испорченное греческо-римской философией, там, оккультизмом, значит, традицией. И у нас еще смешалось со славянской еще, как бы, такой традицией, со славянским оккультизмом. Но есть народы, которым повезло больше, конечно, допустим, вот, южные корейцы, да, которым христианство пришло с Библии в руках, христианство пришло с Иисусом. И народ этот очень сильно преобразился. За эти десятилетия просто-напросто нация, ну, как бы, очень сильно радикально изменилась. В хорошую сторону. Корейцы, интересный народ. Я встречал много северно-корейцев, несчастные люди. Знаете ли, забитые, затюканные, нищие. Вот и один народ. Но на севере коммунизм, на юге христианство, капитализм, нормальный, христианский капитализм. И знаете, что интересно? Вот один народ, они все, и северные, и южные корейцы, они одни корейцы. Такие же и внешние, и работящие, они не тунеядцы, работают хорошо. Но на севере проклятие, на проклятие, на юге благодать, на благодать. Вот даже на примере одного этого маленького народа очень хорошо видно, что в Евангелии Иисуса Христа есть реальные силы преобразования народов. Как коммунизм, или фашизм, или другие всякие измы уродуют душу народа, так христианство, наоборот, поднимает человека. Христианство, наоборот, преобразует человека. Друзья мои, слава Богу. И из тезисов церкви, проще смогу в завершение, но перед тем, есть ли вопросы у вас какие-то по теме вообще, истории христианства, истории церкви. А, записочки есть? Да, пожалуйста. Передавайте наперед, если у вас записочки есть. У нас празднуются престольные праздники, храмы, но затем собираются, едят, пьют, и что это, и зачем. Престольный праздник, это такое название, в честь чего храм посвящен. Допустим, если храм посвящен в честь Василия Великого, или Екатерины Мученицы, или там какой? СПА. Ну да, да, Покровдан, то этот праздник, он считается храмовым праздником, престольным праздником, главным праздником в этом селе, в этом храме. Допустим, в Виттенберге, нынешнем Лютерштадте, где Мартин Лютер служил, там храм был посвящен празднику всех святых. Поэтому в день всех святых со всей Германии сижались люди, порой паломники, ну с предместия это однозначно, чтобы побыть там на службе. Это был престольный праздник этого города, этого храма. И это был главный праздник. Но, к сожалению, да, престолы, будем так говорить, храмы посвящают князьям мертвым, царям, царицам, ангелам, праздникам разным. Все-таки моя мечта, чтобы эти храмы красивые, чтобы они были посвящены Господу Иисусу Христу. Мне очень нравится, когда храмы называются, допустим, Спаски, или Христа Спасителя, Троицкий, может быть, Собор. То есть, такие как Благовещенский, то есть, те, которые с библейскими сюжетами перекликаются. И все-таки храм должен быть посвящен именно Богу. Мне очень больно до сих пор, неприятно, что один из самых красивых соборов в Украине, да, в Киеве, в Киеве, посвящен в честь князя Владимира, ставшего палачом своего же народа, человека, который принял христианство, но не принял самого Христа, по сути. Потому что не наши методы. Плоды показали в его жизни, что не христианство евангельское, библейское, а христианство такое позорное, христианство такое оккультное и инквизиторское им распространялось. И моя мечта, чтобы этот храм был все-таки назван в честь Господа Иисуса Христа, в честь Христа Господня. Это правильно. Чтобы Богу были посвящены храмы эти, престолы все. Когда начнут в детских садах изучать и познавать Бога, учить детей по Библии, а не учить ересь. Но опять-таки, это очень важно, чтобы, во-первых, в семьях это было, чтобы в семьях. Знаете ли, даже в советское время, когда всем говорили, что Бога нет, но если в семьях детям правильно прививали веру Бога, рассказывали, дети имели силу, возможность противостоять вот этому безбожию. Поэтому даже если в садиках ересь распространяют, если мы учим детей правильно, наставляем их, то наши дети, мы покрываем их молитвами, во-первых, молимся за них, и во-вторых, они имеют такой иммунитет. Знаете ли, как вот здоровая птица, да, жирные гуси, гуси эти вот, я жил в селе несколько лет на приходах, и там очень-то красивое зрелище. Ну, русская деревня, ну, в принципе, как грязная там, улицы такие все, ну, в Рыквинах лужи одни там и грязище такая, ну, по поясной грязи там. Значит, и, так вот, а гуси эти белые идут по грязи, и хоть бы что, они жирные, красивые такие, знаете. А, значит, а другие, допустим, например, птицы, рядом идут, и они там мокрые какие-то, грязные, ну, видно, что, значит, что-то ненормальное, нездоровые, хотя они по такой же грязи идут. И вот мы, христиане, идем по этому миру, если мы нормальные, жирные, красивые христиане, в хорошем смысле, тучные, библейски говоря, то есть мы от тука Божьего учимся, да, питаемся, да, значит, духовно в нас все это есть, но даже если мы на грязь наступаема, а неизбежно, здесь, по этому миру пройди, друзья мои, по этой жизни, и не замарайся, невозможно, казалось бы, да, но можно, если в тебе есть это здоровье, силы, да, внутри, да, Христос, даже если попал на тебя какая-то грязь, там, проехал какой-то там трактор, там, тебя забрызгало, раз, щих, отряхнулся, все, и пошел. Как сгустя вода, грязь, все, ты опять чистенький, беленький, идешь себе. Вот, я говорю, я очень многому научился на этом примере, там, для себя. Венчание, оно обязательно, и что нас дает, это красивый обряд, очень, венчание, таинство брака. Кстати, наименее демонизированный из всех православных таинств праздник, ну, как бы, таинство такое, обряд. Я очень люблю тоже венчание, благоставляю молодых, и по традиции православной я совершаю, ну, правда, все наши вот эти вот, и я, и наши священники, когда мы венчаем, допустим, как совершаем другие православные обряды, то у нас нет молитв, там, Богородица, святым, там, значит, там, мученикам, ангелам. Там обычно, если служебник у нас есть какой-то, то, если традиционный православный, то там это все перечеркнуто. Вот. Читаются только лишь те молитвы, и перефразируем своими словами, чтобы была лишь Богу молитва. И таинство венчания, это, считаю, очень, так, ну, святое таинство на самом деле, слава Богу. Я венчал в разных, тоже, и храмах, и церквях, на стадионе один раз венчал, в Гомеле, на стадионе Динамо, в отелях, в лесу венчал, то есть вообще, ну, на квартирах, по-разному было такое. В Киеве одно было венчание такое, несколько венчаний было потрясающих. Одно было венчание, что он сам поляк, католик, но покаялся в церкви евангельской, а родители настоялись в Польше, чтобы было либо ксенц, либо, значит, там, батюшка православный на венчание. Ну и меня позвали. Вот. И, значит, со стороны невесты была пастор, женщина, со стороны жениха был я, как заместо ксенца, исполняя обязанности. Вот. И я спел там, по-польски спел. Родственники были довольны все. Вся родня была довольна, хотя я там с акцентом все там, но они были очень довольны, что я постарался на польском как-то что-то спеть, там, благословение это все. Там пели мы там, как раз время было под праздник, там пели и польские все эти песни эти, и отче наш, там и другие песни. Там швенты, 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 панбук за стемпо, пенесо небеса и жемя хвалы твоя. Они были такие, они стали попевать, пели, пели, пели. Потом это, может, пошли уже это все, это вот другие песни, рождественские стали песни петь. Все довольны такие, и все, это легло. А то они вначале пришли такие, ну, мол, сектанты, мол, типа, нет, а потом уже все, не разлей вода, уже дружба такая. А другое, наверное, самое потрясающее венчание было в отеле Казацкий, прямо на Мальдане, на залежности. Вместе с мессианским раввином, с этим Адрианом, уже ушел в вечность уже, брат, слава Богу, за него. Знаете ли, там была такая еврейская, украинская свадьба. И, значит, они молодые оба верующие, возрожденные, но родня, как правило, у них с заветным исключением. Большая родня, но невозрожденная совершенно. У него еврейская родня, у него, вернее, у него еврейская, а у нее украинская. Да, так было дело, как раз. Значит, и интересная такая была ситуация. Поставили хупу, значит, он вывел жениха, я вывел невесту. Значит, раввин, ну, как в шляпе, спейсами, как положено все, значит, там, под хаваной лилой, я, значит, под православный колокольный звон, значит. Кстати, когда мы шли в отель Казацкий, через весь Майдан, еще Майдан был такой, нормально, еще не его, сейчас обезобразили, правда, очень сильно, а раньше был, ну, очень такой, такой, душевно располагающий, такой, красивый такой, с этими фонтанами старыми еще, да. И мы шли как раз через весь Майдан, значит, и шли вместе с этим раввином в обнимку так шли. Я, как батюшка, весь готовый в облачениях во всех этих, а он, значит, там, во всем еврейском, значит, рэбе такой, значит, в шляпе своей такой еврейской, с пейсами, значит, и мы идем, а иностранцев как раз много, и мы так в обнимку идем, так, знаете, загадочные друзья такие, они нас снимают, там, просто батюшка и раввин, как мы не носим вместе, знаете, интересно было. И стакан били, и мазалтов, все, все, все было по-еврейски, и по православному, я там в столах, перед тем, как стакан они разбили, я их там благоставил, там, значит, там, все как положено. Родня была в шоке, и та, и та. Я время от времени поглядывал в их стороны, и евреев с такими глазами, и православного с такими глазами. Но к концу венчания уже дружба народу была. К концу венчания, когда уже все, мазалтов, все там уже, все обнимаются, уже там общий застолье, все хорошо уже пошло. Ну, договорились заранее, что там было кошерное, и уголок был такой не кошерный. Ой, и смех, и грех. Но вообще, но было интересно. Вот поэтому венчания могут быть различными, конечно, но самая главная важна суть, что молодые соглашаются в Боге быть одним целым, на самом деле. Одной плотью, да? Аминь. Есть еще вопросы? Нет? Есть еще? Немножко о будущем. Вот это чипы, электронные паспорта, течения дня. Ну, это большая тема. Скажу, что научно-технический прогресс шагнул далеко вперед, конечно. И сегодня то, что 2000 лет назад казалось сказкой, сегодня это уже не сказка. В принципе, как бы, для тех, кто останется, не восхитится, то для них будет большая проблема в этом отношении, конечно. Потому что система чипизации, система все эти вот контроля, это сейчас все подготовка только лишь. Еще подготовка к тому безбожному времени правления вот этого Антихриста, который как личность будет выдавать себя за Бога, требовать себе божеского поклонения. И это будет, наверное, ужасным событием, потому что действительно люди не смогут ни продавать, ни покупать ничего, если не пойдут на поклон, значит, к этой безбожной системе. И, ну, вкратце так могу сказать. Сам я избегаю всяких начертаний на себе, мне оно не нужно тысячу лет. Значит, но с другой стороны, те христиане, что перестраховываются там и не принимают паспортов, значит, там, значит, там документации, карточку банковскую игнорируют. Я думаю, это уже лишнее уже перестраховывание, потому что это пока не является печатью именно той, о которой там Библия говорит как раз. Значит, это подготовка, да, безусловно, подготовка, единая система денежная. Допустим, Новая Зеландия уже экспериментально провела, допустим, чипизацию населения, значит, там, ну, в регионах некоторых, будем так говорить. Кстати, кстати, не знаю, как будет в Украине, правда, но Россия первая страна в мире, которая подписала официальный закон по этому, на эту тему. К 2025 году каждый житель России, российский гражданин обязан иметь чип, значит, вживленный в него имплантант. То есть до 2025 года это будет добровольно, после 2025 года будет принудительно. Либо ты отказываешься от гражданства российского, либо, если ты с паспортом и гражданин России, ты обязан. Ну, как бы это уже закон. Путин был тогда еще второй срок президентства, он закон подписал, закон утвержден и, как бы, в принципе, к этому идет. В Москве около 100 тысяч человек приняло чипизацию за свои деньги, а других чипируют по доброй воле. Допустим, в некоторых фирмах, допустим, охранные фирмы, банковские некоторые структуры эти, не принимают на работу без чипа в Москве, допустим. То есть одно из условий контракта – это чипирование. Значит, оно стоит недорого, порядка 100 долларов, значит, в Москве. Значит, производится во многих уже клиниках уже в Москве, значит, ну, в принципе, и Россия первая страна в мире, которая приняла закон государственный, который уже, как бы, нельзя отменить, считается. Но если Путин сейчас не пройдет в власти, то, возможно, что изменят закон, но хотя по всей вероятности он придет все-таки. По всей вероятности. Но мы, опять-таки, все в руках Божьих. Молимся, благоставляем, значит, в принципе, я готов, если что, отказаться от гражданства российского и, как бы, значит, я лучше буду лицом без гражданства, чем с этой штуковиной во лбу или в руке. Мне надо. Вот, значит, ну, я надеюсь, что Господь придет пораньше. Все-таки. И разберется уже со всем этим. Да, друзья, и... Не, мы не кушаем этого принципиально. На Пасху не кушаем. Не куличей, яйца не красим. В нашей семье это давно уже. В наших церквях по-разному. Но те люди, которые уже ходят, не то, что новые пришли люди, а которые постоянные люди уже, они уже научены. Я, в принципе, с кафедрой об этом мало, когда говорю в церкви, как бы. Ну, при случае я рассказываю. При случае я делюсь этой темой. Хотя, когда люди приходят, то вначале, конечно, я не... И наши священники не об этом говорим, конечно же, людям. Вначале нужно, чтобы приняли Иисуса Христа как Спасителя. Самое главное. Потому что ни куличи, ни маца, ничто их не спасет. Наша Пасха это не и не еврейская традиция, и не язвическая традиция. Это сам Иисус Христос. Наша Пасха Христос. И даже если мы будем, знаете ли, вот, ну, даже если на эту Пасху, допустим, вот, 12-го года, да, если ко всем храмам вот в Украине, люди принесут освящать, допустим, отцу в этом году, да, а не куличи. От этого ситуация не изменится, если Иисуса Христа они примут как Спасителя Господа своего. Поэтому просто, когда уже принимаешь Христа, и когда Христос в тебе живет, и он возрастает уже в тебе, ты уже понимаешь, что, как бы, многие вещи автоматически от тебя уже отстают, а некоторые вещи, просто ты уже понимаешь, что это тебе не надо уже. И мы отрекаемся тогда, и совершаем причастие, допустим, Евхаристию, хлебопреломление, чаще всего мацой совершаем, или же сами какое-то, что пресное делаем, значит, или же, значит, там, мацой. Удивительно, вот этим можно завершить, кстати. Иисус совершил хлебопреломление, как мы его называем, да, причастие на пасхальной вечере. И совершил ее раньше чуть, чем это принято было в Израиле. Чуть раньше. А почему? Ну, есть разные предположения, но самое интересное, представляете, Иисус сказал ученикам, ученики сказали ему, спросили, где нам приготовить пасху? Он сказал им, идите в город и увидите знак. Мужчина несет воду. В те времена увидеть мужчину, несущего воду от колодца, ну, проще увидеть в лифте на мыжах Якубовича, значит, да, чем мужчину, несущий воду. Дело в том, что это невозможно было. Даже если мужчина был одинок, да, все равно это не то, что не мужская работа, это его бы просто не поняли бы, понимаете ли, в селе, в поселке. Женщина, это чисто женская работа была, абсолютно женская работа. И поэтому мужчина нести воду не мог. Но ученики поверили, раз Господь сказал, значит, значит, будет знамение. И они пошли, и точно смотрят, мужик идет и воду несет. Надо же, точно, как Иисус сказал, они пошли за ним и спрашивают его, учитель говорит, где приготовить пасху? Он говорит, а уже все готово, я уже все застелил, приготовил все. Почему? Ведь он приготовил раньше, чем весь Израиль. Что же это был за мужчина? Кстати, в Израиле лишь одна секта отличалась от всех, ну, секта в хорошем смысле, как школа, направление иудаизма, допустим. Ну, есть фарисеи, да, были саддукеи, да, значит, но были еще и есеи. В городах их, правда, в встрече была очень редкость большой. Увидеть в городе есея, семью есеев было большой редкостью. Но у них как раз мужчины носили воду. И поэтому, по всей вероятности, это был есей. Тем более, что он уже заранее все приготовил. Горница, все было устрано, все было приготовлено. А есеи совершали чуть раньше, чем весь остальной Израиль, как раз в Пасху. Праздновали ее. Потому что считали весь остальной иудаизм тогдашний уже отступническим считали. Поэтому, чтобы не смешиваться, значит, именно с отступным, с храмовым беззаконием, которое совершалось там коррупция и много грехов совершалось тогда. Беззаконие под власти римские прогибались священники и, по сути, вели антинародную политику. Но много было беззаконий. Это так быстро даже не расскажешь. Но и есеи, поэтому, внушаясь вот именно отступлением этим, они говорили, мы будем совершать раньше чуть, чем весь остальной Израиль. И Иисус обличал фарисеев, суду Киев, но по поводу есеев ничего плохого не говорил никогда. Тем более, что Иван Креститель, как сегодня уже ученые однозначно говорят, по всей вероятности был в пустынях до явлений в Израиле где? У есеев. Потому что в пустынях лишь одни общины и есеев проживали. А обычные нормальные евреи там не проживали. Пустыни – это места пустынные. Но в пустынях находились, в частности, при Иордане, именно и есейские общины. Археологи находят много к этому подтверждений. И есея – это одно из таких направлений иудаизма, которое очень близко к евангельскому, вот именно такому пониманию христианства, близко очень. Хотя, ну, не во всем. Вот. И Иисус совершил Пасху, чуть раньше получается, всего народа по-иесейски, будем так говорить, совершил, получается. И совершил с учениками своими. Тогда было целое животное приготовлено, но там было как минимум 13 голодных мужчин, хотя по всей вероятности было больше чуть, потому что хозяин. Мы не знаем, кто еще был за столом, но все эти люди съели животное целое. Затем вечером уговорили. Знаете ли, там был хлеб пресный, горькие травы, овощи. То есть это все было. Тогдашний седр пасхальный отличался от современного. Сейчас храма нет, сегодня нет жертвы. Сегодня лишь символично на косточке чуть положат себе, значит, как бы напоминание о жертве. А тогда нам было целое животное съесть. А то, что не успели съесть, не смогли, не справились, допустим, да, уже объелись, уже не могут съесть. Надо было все это сжигать на огне, ничего не оставлять до утра. Такая была традиция. Поэтому, если семьи были маленькие, ну, они понимали заранее, что мы целое животное не съедим, приготовленное, да, такой шашлык такой, маршлык. Значит, то они говорили, значит, давайте сделаем совместно. Две семьи, три семьи, но нужно объединяться, чтобы съесть целое животное, значит, надо было за вечер. И вот, ну, апостолы, Иисус съели целое животное, мясо, овощи, все это было. И там были тосты. Тост. Первая чаша вина, она наливалась и наливается на пасхальном седере. Это по книге Исход, шестая глава, шестого стиха и дальше, до девятого. Первая, значит, чаша, это чаша избавления от Египта, спасения из Египта. За физическое освобождение от рабства египетского. И это благоставение совершается, по всей вероятности это был Иисус, потому что, вероятно, это он каждую чашу поднимал, а возможно и не так. Так вот, ну, тот, кто поднимает чашу, он говорит благоставение традиционное такое еврейское, там, да, Баруха Таду Найлагейну, Мелеха Олам, благоставит Господь Бог наш, да, Царь Вселенной. И дальше, там, давши нам плотные наградные лозы, там, благоставивши нас, прочее. И вот, и потом опять мясо, овощи, травы горькие, хлеб едят. И потом вторая чаша. Второй тост на Пасхальном Седоре означал, он пился за, и пьется сейчас, за духовное освобождение от рабства египетского. То есть, первое, за то, что мы вышли из Египта, а второй тост, что Египет вышел из нас. Что мы освободились от образа мышления египетского, материалистического египетского образа мышления. Потом опять мясо, овощи, все едим. Потом третий тост, приходит время третьего тоста. Третий тост поднимается за чудеса и знамения Божьи, которые сопровождали великий исход из Египта. Это и казни египетские, это и море, которое раступилось, это и пустыня, которая была обитаема. То есть, Бог совершал чудеса и знамения свои. И обычно участники с Эдвером, каждый имеет возможность что-то рассказать, что он смог вспомнить об этом великом исходе. И казнь первенцев, и много очень что произошло тогда. И вот потом опять мясо, овощи едим, хлеб, и приходит время четвертого тоста. Четвертый тост, он как бы финальный, подытаживает все. Хотя всего пять бокалов наливается. Но пятый бокал, пятая чаша, она в традиционном иудаизме до сих пор не пьется. Иисус нарушил традицию впервые. Все. До Иисуса никто не поднимал пятую чашу. Со времен Моисея. Ее ставили на стол, наливали, но тост не провозглашался, и она так оставалась нетронутая, эта чаша, пятая. Пятый бокал. Значит, четвертый тост, это за Бога усыновление пьем мы. За Бога усыновление. То есть, чтобы Бог не просто вывел нас, а Он из вчерашних слуг фараона, рабов фараона, Он сделал своих рабов. Вчера мы были рабами фараона, сегодня мы рабы Богу. Вчера мы были подданы в царстве тьмы, сегодня мы подданы в царстве света. Потому что настоящая свобода, это не просто выйти из рабства египетского, а потом гуляй поле. Нет. Настоящая свобода, когда мы выходим из рабства египетского и становимся рабами Богу. Потому что если дом выметен, вытищен, но не занят в нас, ничем не занят, то семь зверейших придут. И мы должны встать под власть Бога, под юрисдикцию Бога встать, под Его авторитет встать. И вот эта четвертая чаша, это потрясающе. Это вообще-то даже не совсем пасхальный тост. Это тост уже созвучен со следующим праздником, с другим праздником, Шавуот, Пятидесятница, когда мы вспоминаем события, когда отцы пришли как раз наши к горе, и Бог дал заповеди. Слава Иисусу Христу, друзья мои. А пятая чаша, она наливалась вином всегда. Со времен Моисея наливали пятую чашу, пятый бокал, но тост не провозглашался. Со времен Моисея. А почему? Считается, что до сих пор в иудаизме эта чаша пятая наливается, но так она и стоит в конце. Мы расходимся, допустим, если семья религиозная, ну, относительно может быть, но она не мессианская еще, то они расходятся, чаша так и стоит. Но, бессианские, да мы пьем и пятую чашу. Почему? Потому что пятая чаша не пьется, считается в знак скорби, печали. Потому что из 600 тысяч мужчин призывного возраста, вышедших из подвласти фараона, только лишь два вошли в Ханан. Представьте, на старте 600 тысяч человек, на финишную чертой, только лишь два человека. Печальная статистика. И вот многие раввины и раньше, и сейчас, и сегодняшние раввины говорят так, что это знак печали. И считают, что это чаша мессианского царства, чаша Ханаана. Эту чашу с тех самых времен Великого Исхода и до времени Иисуса, и до сих пор считают мессианской чашей, что ее должен мессии поднять. Правда, современные раввины обычно называют это, и хасиды, и ортодоксы называют это чашей Ильи, или бокалом Ильи. Считается, что в современном иудаизме считается, что этот бокал однажды поднимет сам Илья, пророк, провозносит царство Мессии, царство Христа, грядущее. Хотя во времена храма, когда храм существовал, до разрушения храма, евреи верили всегда, что эту чашу поднимет не Илья, а сам Мессия поднимет. И царство свое провозносит. И так и получилось. Представьте себе, что творилось в тех мозгах евреев, апостолов, когда Иисус после вечери, уже все было съедено и выпято, все. То, что если осталось, они, например, уже все объелись, а уже не лезет уже, да, а осталось еще мясо. Это надо было бросить в огонь, и сжечь это все надо было. Так вот, все уже было съедено. И вот, Иисус вдруг совершает такое удивительное таинство, да. Он говорит, постойте, еще не все. Он после вечера взял чашу, благословил, понимаете, самим поступком он уже себя Христом объявил, самим поступком, и он сказал, это есть чаша, новый завет в моей крови, который проливает из вас. И он взял хлеб, приловил после вечера хлеб. Вы скажете, а где же хлеб? Ее уже весь съели. Весь да не весь. В самом начале пасхального седера распорядитель совершает ритуальный надлом. Кто был на седере, те знают, да? Три листа мацы берет, ну, тот, кто распоряжается этим пиром, будем так говорить. Ну, сейчас это очень скромно обычно происходит. Значит, и три листа мацы, три пресных хлеба. И от среднего хлеба совершается, ну, символически отламывает кусочек. Его обычно заворачивают в слафетку или, ну, в такую красивую. Если есть детки за столом, то это превращается в такой небольшой, там, театральный, или как спектакль, можно сказать. Потому что заворачивают в красивую слафетку и прячут. А потом детям дают время поискать. Значит, ну, обычно где-то уже в конце, перед тем, как расходиться. И тот не найдет, тому повезло, потому что он может торговаться. И он даже по, как бы, порядку он должен торговаться. Значит, и должен попросить что-нибудь, допустим. Ну, велосипед хотя бы. Самокат, что-нибудь еще. И считается, что ребенок, который нашел афикоман, так называем обычно эту часть мацы, он должен максимально торговаться, не уступать. То есть, например, родитель должен сбавлять всегда, как бы, в этих торгах, размер подарка, дитя должно настаивать на большем подарке. Вот. Значит, ну, по мере финансов. И после торгов, ну, найти какой-то компромисс, какое-то решение такое. Вот. Но если детей нет, то все становится довольно-таки, ну, не то, что скучно, ну, просто его кусочек заворачиваем и убираем просто в сторону. И все. Значит, оно лежит себе, значит, как бы, и когда расходимся, оно остается на столе, получается. Но Иисус после вечера взял этот хлеб и сказал, это есть мое тело. Тело, ломимое за вас. Представляете себе, почему три листа мацы берет вначале распорядитель, да? Считается, в традиционном иудаизме до сих пор считается, что это тайна. Три листа мацы, как бы, тайна. Есть такое объяснение, комментарий, что это, как бы, вера в праотцов наших, да? Авраама, Исаака, Иакова. И вот от Исаака отламливается часть. Отламливается. Почему? Потому что считается, что Авраам таки, он был готов принести своего сына. Согласно мнениям большинства раввинов, многих раввинов, он принес своего сына, но Бог воскресил его. Но Павел пишет, что он верил в то, что воскресит сына. Он верил даже настолько сверхъестественно, что он взял даже дрова, приготовил не просто заколоть сына, а приготовил спалить его и верил, что Бог воссоздаст, как феникс из пепла, может быть, даже. То есть, он верил сверхъестественно фантастической верой какой-то верил Авраам. Тем более, что он говорил рабам, помните, да, что мы вернемся, мы придем. Это как один рабин говорил, что когда собрались там евреи на молитву, попросили рабы, мы не могли бы молиться, давайте помолимся. Но вы ведь не верите. Почему не верим? Мы верим, что Бог может дать дождь. Нет, если бы вы верили, вы принесли бы с собой зонтики, а вы пришли без зонтиков. Поэтому я не буду молиться сейчас. Вот Авраам, он как бы, он приготовил все, да? И не было жертвы другой, кроме сына. Но он сказал, мы вернемся, ждите нас. Не я вернусь один без сына, а мы вернемся вдвоем. Вот настолько, мол, тверд верой. И вот считается, что эта часть, это Исаака. Но на самом-то деле, мы знаем, что Исаак, это был прообраз Иисуса. Он нес дрова, отец возлюбил и отдал сына, был готов отдать или отдал своего сына. Отец, Бог воскресил Исаака, или же был готов воскресить. Есть разное чтение. Хотя это слово в Торе, где говорится о жертве Исаака, там говорится, что убил. Не просто там он занес, написано в русском переводе, нож, а вонзил уже все. То есть уже удар был нанесен. То есть есть разное понимание. Но как бы не толковал, это слово можно перевести и так, и так. И как занес и как уже, ну, воткнул, будем так говорить. Но Бог был готов, по крайней мере, воскресить этого человека, да? Но Иисуса Бог воскресил. Чему мы все свидетели? Большинство здесь присутствующих свидетелей. Почему свидетели? Потому что каждый спасенный грешник, каждый исцеленный человек, освобожденный бесов, он свидетель воскресения Иисуса Христа из мертвых. Аминь. Здесь много настоящих свидетелей. Не лжесвидетелей, а свидетелей Господа Бога нашего, Спасителя Иисуса. Ну и на нашу Пасху что праздновало? Воскресенье? Воскресенье. Смерти, воскресенье Иисуса Христа. Ну. Ну, не ту же. Лепешка-то была празднула тогда. А она празднула в воскресенье. Да, да. На Пасху. И в Ифринский Огонь. Вы да и тысячи стоят. И тоже зажигается. Именно вера в Иисуса Христа. Но этот огонь не зажигается на самом деле. Это обман. Большой обман. По поводу... Нет, дело в том, что... Вот на самом деле люди верят, что на Пасху зажигается огонь. Там в Иерусалиме. Слышали об этом, да, уже? Многие слышали. Да, да. В том-то и дело. Лучше телевизору не верьте. Честно говорю, легче будет спать спокойней. Дело в том, что это конкретно провокация российских спецслужб и телевидения центрального. В конце 80-х, начало 90-х, когда очень грубо состряпали вот эту веру ложную. То есть до конца 80-х этой веры не было в православии. Что там огонь сходит где-то там. Хотя отдельные, может быть, отдельные бабушки бы доверили. Но на самом-то деле схождения огня такого не было. Еще ни разу не зафиксировано схождение огня. Значит, больше того, сам патриарх Иерусалимский, о котором телевидение российское сообщает, что он якобы каждый год принимает в Кувукли храма Гроба Господнего огонь, был вынужден дать интервью специально по этому поводу. Потому что каждый год русские туристы и паломники попадают с ожогами разной степени в клиники Иерусалима на Пасху. Хотя пишут на русском языке, ни на английском, ни на каком-то еще на русском. Потому что с других стран православные никто в это не верит и сами местные в это не верят. Значит, но верят именно русские туристы в это. И с Украины, с России, с бывшей... То есть эта вера есть только лишь вот неправильная вера. Есть только лишь на территории бывшего безбожного союза советского. Все, больше нигде этой веры нет. По всему миру православного в это не верят. И патриарх Иерусалимский был вынужден, почему такое интервью дать? Я говорю, потому что были скандальные случаи. Люди не только себя зажигают, но люди зажигают друг друга. Вот поэтому, чтобы не было больше таких вот происшествий, было решено сделать такое специальное интервью, видеообращение. Патриарх заявил Иерусалимский, это официальное интервью, оно опубликовано, что никакого огня никогда и не было. Мы называем это святым огнем не потому, что он сверхъестественный. Он естественный. Просто святая ночь, святая Пасха. Поэтому мы называем святым огнем. Он описывает обряд. Обряд, кстати, из русских служителей православных, только лишь этот дьякон Андрей Кураев публично признал факт именно религиозного аферизма большого. Дело в том, что вера миллионов людей сегодня и в Украине, и в России держится на ложных фактах некоторых. Но самая большая ложь, состряпанная в конце 80-х годов, начала 90-х, это ложь о якобы схождении благодатного огня. Самая большая ложь. Сегодня Советский Союз пытается возрождать. И в скором времени, возможно, православие будет не нужно как государственная религия, ну как бы изображая вид государственной религии. По всей вероятности, нужно будет опять антирелигиозная пропаганда. И нужно будет миллионы не религиозных людей, а более светских. Потому что сам принцип Советского Союза, он подразумевает именно нерелигиозное общество, светское общество и атеистическое общество. Так вот, как сделать миллионы православных номинальных, пусть даже, но православных сделать именно реальными атеистами, снова. Сделать то, что сделали большевики в 20-е годы. Но тогда не было телевидения такого. Ну, были отдельные там праздники Святого Иоргена, помните, да? Шедевры антирелигиозной пропаганды 20-х, 30-х годов, старой ленты. Так вот, грубо состряпанные. Но тогда это было очень робко, но и это помогло многим очень людям, миллионы людей отшатулись от религии вообще. И всю жизнь проходили в храмы, потом с таким же энтузиазмом стали храмы эти ломать, рушить. Потому что людям показали, что это ложь, то, во что верило много поколений наших предков. Сегодня антирелигиозная пропаганда вскоре будет очень нужна. По всей вероятности. Потому что господин Путин идет на срок, третий срок уже президентства. А его главная идея, он об этом говорил уже раз 10, не меньше, в своих первых двух сроках президентства, что главная цель его жизни, его служения, как бы, да, как президента, это возрождение бывшего Советского Союза. А развал Советского Союза он назвал главной геополитической трагедией 20-го столетия. Это все, ну, факты. И, по всей вероятности, очень скоро мы увидим с вами потрясающие события. Очень скоро можем увидеть возрождение того, о чем еще лет 10 назад можно было подумать, что это фантастика. Не то, чтобы возродиться в былой мощи. Возможно, будет даже больше, чем было тогда. Ну, к концу 80-х, по крайней мере. Почему больше? Потому что сегодняшний, фактически, весь Евросоюз так или иначе зависим от Москвы. Значит, и сегодня очень серьезно идет подготовка, ну, к мировому лидерству. Значит, и здесь, в этой гонке, конечно, есть разные кандидатуры. Но мы знаем из Писания, что победит земля северная в этой гонке. Почему? Потому что пророчества должны исполниться о земле северной, которая пойдет войной на Иерусалим, на Израиль. Это будет не с востока, и не с юга, и не с запада. Это будет именно с севера. Вот, значит, земля Роша, Машеха и Фувала. Треугольник. Я, это уже другая тема совсем, но, хотя тоже история христианства, только будущая история. Значит, дело в том, что исторически очень четко прослеживается. Даже если есть разные гипотезы, что такое Машех, хотя на иврите там нет даже... Это одно значение, пишем, имеет. Что такое Роша, можно гадать. Но что такое Фувал, любой историк вам это скажет. Даже возьмите учебник по истории для средней школы. Что такое Фувал? Со времен Геродота это Северный Кавказ и то, что выше. Пророк говорил о том, что земля Роша, Машех и Фувала, должна пойти войной на Израиль. И это исполнится. Значит, но, не хочу так стращать сейчас, но скажу, что, когда мы это все видим исполняющимся, мы знаем, что гордет Избавитель. Потому что Господь, Он совершит великое чудо. Сегодня мы были свидетелями, ну, сегодня как, в течение вот этого времени, допустим, были свидетелями Божьих многих чудес. На Израиль много раз шли войной. Шестидневную войну вспомню, допустим, да? Все было против Израиля. Но получилось наоборот все. Получилось так, что враги были поражены. И сегодня очень хочется, чтобы как можно больше русских людей, украинцев, чтобы как можно больше людей было не пушечным мясом Антихриста, а в Царстве Божьем, принявшим Иисуса Христа Спасителем. Я проповедовал в России недавно, и там было много офицеров, солдат как раз на проповеди. И я им говорил, что особенно мое слово к людям в погонах сегодня, потому что за вами будет выбор. Во времена Третьего Рейха тоже многие говорили, что это нам приказали. Нам приказали, мы пошли. Но были и те офицеры из солдата, которые говорили, мы не пойдем. Их расстреляли, они были репрессивны. Сегодня им почести, они герои считаются Германией. В Германии есть обелиск, там порядка 30, даже больше, по-моему, тысяч тех офицеров из солдат вермахта, которые отказались от гитлеризма, отказались от национал-социализма и не пошли под дудку Гитлера плясать. Значит, это тысячи офицеров, солдат вермахта отказались от античеловеческой, да, такой и антихристианской, по сути, политики этой. Выбор есть у всех у нас. И у людей в погонах, и у людей светских, у церковных, религиозных. Каждый будет свой выбор делать за себя. Я выбрал Иисуса. Я отдаю за Иисуса. И я знаю, что Господь грядет. И время начнется у нас Дома Божьего. Друзья, давайте будем подытаживать уже и молитвы подытажим все это более детально. Я вчера и сегодня так вот ознакомительно сделал обзор такой истории христианства. Тема, она огромная. Ее можно неделями проводить, эти семинары. В Киеве, допустим, в колледже Якова, там 4 недели подряд преподаю по 5,5-6 часов в день, и нам времени не хватает 4 недели. Значит, потому что тема огромная на самом деле. Но мы услышали с вами в эти два вечера многие факты, которые заставляют задуматься. Это самое важное. И заставляют все, что мы видим сейчас, и то, что было перед нами в истории, стараться видеть не глазами СМИ, не глазами человеческими, не глазами политиков. Потому что, ну, чаще всего врут. Врут они ради себя, ради дьявола, ради кого угодно. Врут. Но глазами Бога. Как же глазами Бога? Глазами Библии. Когда мы смотрим глазами Библии, то мы не спотыкаемся. Это свет, который делает все ясным вокруг нас происходящее. Слава Иисусу! Господь, Отец, Бог наш и Царь, Сущий на небесах, благостави нас, Господь, сейчас распусти с миром. Пусть твой шалом, твой мир будет в каждом сердце, Господь. Я прошу тебя за моих братьев и сестер, Господь, что вчера и сегодня, Господь, вместе со мной прикоснулись к этой теме. История христианства, уроки из истории церкви. Боже, в эти два вечера мы о многих вещах размышляли. Я говорил, Господь, моим братьям и сестрам о том, что было и есть сейчас, и даже попытались вот немного заглянуть в то, что будет. Господь, мы знаем из Писания, из Библии Твоей, из Татой, что не спотыкается тот, кто ходит днем, кто ходит во свете. Боже, всемогущий, благостави нас, Господь, не спотыкаться. Благостави нас, Господь, видеть и прошлое, и настоящее будущее глазами Твоими. Я прошу тебя за моих братьев и сестер, Господь. Боже, благостави их, Господь. Благостави, Господь. Благостави, кролевец. Благостави район. Благостави, Господь, эту землю. Боже, наполни ее Бога познанием. Ты, Господь, повелел солнцу сегодня светить всем. И снег пришел на всех, и знающих Тебя и незнающих. Боже, всемогущий, пусть, Господь, благоведением наполнится эта земля во имя Иисуса Христа. Да будет так, Господь. Аминь. Еверехехадонай, веишмареха, да благостави Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да призвет на Тебя, Господь, светлым лицом Своим. И помилуй Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя, и даст Тебе мир. Да благослови Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, и да сохранит Тебя, да призвет Господь на Тебя, светлым лицом Своим. Пусть пошлет Свой шалом, Свой мир, во имя Иисуса Христа. Бешем и ищуа гамашиах. Аминь. Благословен Ты, Сарь Вселенный, Боже наш, и позволь нам в эти два вечера, Господь, своё время потратившим на то, чтобы Господь увидеть глазами вечности, время это. Боже, позволь нам дорожить временем, ценить временем, которое Ты поместил нас, Господь, уважать это время и максимально эффективно его использовать. Во имя Иисуса Христа, и проставить Тебя, позволь нам, Твоё имя Святое. В этом народе, в стране и во всём мире, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Шалом, мир Божий, благословене Вам, дорогие друзья. До встречи и на земле, и на небесах. Мы великое получили сегодня духовное. И вчера и сегодня воскресение великое духовное наставление. И я верю, что таким образом, когда мы слышим истину, твердыния наши разрушаются. Аминь. Безбожное твердыние, религиозное твердыние. И мы познаем истину, и мы по-настоящему становимся свободными в Иисусе Христе. И на нас великая ответственность, эту истину распространить по всему кролевцу, по всему району, чтобы она шла до края земли. Аминь. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, великий Божий, за то, что мы имели, Божий, такую честь принимать Твой дар, принимать Отца Сергия, принимать нашего брата в Иисусе Христе. Мы благодарны, что мы слышим эту истину. Мы благодарны, что открывается нам познание прошлого, потому что это так важно. Все, что мы имеем сегодня, это следствие, Господь, того, что произошло в прошлом. И мы хотим, чтобы наше будущее, оно было ясным и светлым, чтобы оно было в истине, чтобы наше поколение, чтобы наши дети и наше, Господь, будущее поколение, оно было просветлено познанием истины. Благослови, Отец нас, благослови, чтобы мы уразумели Твой путь, уразумели Твою правду, Твою истину и научили, Господь, все народы во имя Иисуса Христа. Мы молимся, Отец, чтобы Ты благословил нашего брата. Мы молимся, чтобы Ты благословил его служение, чтобы Ты расширил его, распространил, как виноградную лозу. Расширь его пределы, Господь, расширь, Господь, его служение. Дай ему верных людей в команду, верных священнослужителей во имя Иисуса Христа, который будет стоять за дело Господня до конца, без всяких компромиссов. Благослови его жену, благослови его детей, пусть пребывает кровь Христа, как покров защиты над его служением, над его домом во все дни жизни. И пусть благодать Господа Иисуса Христа, она умножается, она растет на всех сферах его жизни, дабы Христос был познан им в великой славе и полноте. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И давайте мы сейчас привезем наше пожертвование с благодарным сердцем, с щедрым сердцем, как настоящие христиане. Аминь. Сына и Святого Духа Сына и Святого Духа Субтитры создавал DimaTorzok